Скажите, вот диалог какой-то выстраивается, точки соприкосновения ищутся между Грузией и Осетией? Знаете, что самое удивительное, так сказать, сам народ грузинский, почти у каждого второго осетина есть знакомые Грузии, есть дальние родственники. И сам диалог с народом, он как бы есть, был и всегда будет. Что касается по поводу власти, то остальной Грузии никакого диалога нет, не было и не путь. Я так думаю, если бы со стороны великий был какой-либо диалог, я думаю, это бы дало свои результаты. Но как видите, с 91-го года такого диалога, почему тогда вы говорите, что надо приходить к общему мнению, надо думать, да, это правильно, Александр, вы правильно сказали, что в первую очередь любую проблему надо сеять за тот переговоров и обсудить. Почему тогда со стороны Грузии никогда, Грузия никогда не проявляла инициативу, как бы юридически, чтобы сеять за стол переговоров и обсудить всю эту большую проблему. И что касается по поводу независимости, вы все прекрасно знаете, что по всем международным правам, не помню пункт, я не юридический международник, я просто не могу уточнить данный пункт, достаточно 15-14 лет, чтобы государство было независимо от кого-либо. Это дает ему право провести свой референдум и подать свое заявление, так сказать, на недависимость. С 91-го года мы от Грузии ничего не получали, мы до этого ничего не получали. Единственная помощь, которую мы получали, это со стороны России. С 91-го года мы хлеб получали от России, молоко получали от России. Это и сейчас. Это и сейчас так. Продолжение следует...